Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги Левитт, читая перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Восьмая глава была про посвящение Аарона и его сыновей в священники, и в девятой главе он начинает действовать как священник. Тоже важный момент, откуда берется это ветхозаветное священство? Мы об этом читали в восьмой. Как оно действует? Будем читать в девятой. То есть этот момент начала, он невероятно важен, он становится образцом для последующих поколений. На восьмой день, а я напомню, что семь дней после посвящения Аарона и его сыновья не отходят от святилища. Они пребывают при нем, вот как то, что ему принадлежит. Понятно, в дальнейшем они живут своей нормальной жизнью, у них какие-то дома есть, там семьи, еще какие-то занятия в жизни. Но вот семь дней они только в святилище. Вот такая полнота времени, одна неделя, проведенная полностью там. На восьмой день Моисей призвал Аарона с сыновьями и старейшин Израиля и сказал Аарону, «Приведи для очистительного жертвоприношения собственного теленка и для всесожжения собственного барана. Оба должны быть без изъянов». В восьмой главе все уже было, все жертвоприношения состоялись. Но их совершал Моисей. Теперь Аарон сам, вот его первое действие, это тоже жертвоприношение. «Поставь их пред Господом. Скажи сынам Израилям, чтобы они привели для очистительной жертвы козла, для всесожжения теленка и ягненка, годовалых, без изъянов. Еще пусть возьмут быка и барана для першественного жертвоприношения пред Господом, а также хлебное приношение, смоченное оливковым маслом. И сегодня вам явится Господь». То есть, фактически, они должны принести в жертву все варианты, которые предусмотрены, ну, скажем так, кроме крайних ситуаций, вынужденных ситуаций, когда жертва за грех требует какого-то особого очищения. Вот такие вынужденные ситуации мы не рассматриваем, а вот то, что бывает всегда, постоянно. И Аарон отправляется в это вот свое служение, и Моисей его так, как корабль на воду спускает, да, и вот его первые действия. И заодно священник не сам по себе. Он вместе с сынами Израилевыми, он вместе со всей общиной, он ее представляет пред Богом, поэтому, если она делает все правильно, то и он может совершать свое служение. Если нет, то не получится ничего. Сыны Израилевы доставили к шатру встречи все, что повелел Моисей. Вся община пришла и стояла пред Господом. Она нужна. Это не так, что там надействует священник, а люди живут своей жизнью, ни на что внимания не обращая. Он действует от имени и ради общины. И она тоже там присутствует. Моисей сказал, вот что Господь повелел вам сделать, чтобы вам явилась слава Господне. А рону же Моисей сказал, подойди к жертвеннику и принеси свою очистительную жертву и свою жертву всесожжения. Очень важная вещь, да, то есть сначала община должна принять вот это священное действие, вся, только потом оно может начинаться. Никакого автоматизма, да. Подойди к жертвеннику и принеси свою очистительную жертву и свою жертву всесожжения, уже свою, 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 до сих пор Моисей это делал, теперь ты, чтобы совершить искупительный обряд и за себя, и за народ. Неделю назад же все уже совершали. А вот Ветхий Завет, и об этом будет много в Новом Завете, предполагает регулярное очищение. Человек грешен, народ грешит, там не то же за неделю, за пять минут человек успевает что-то хотя бы подумать не так. И это постоянно возобновляющийся процесс. Потом сделай приношение от народа, чтобы совершить искупительный обряд за народ, как поверил Господь. Сначала за себя, потом за народ. Вот роль священника, он тоже грешник, он тоже нуждается в том, чтобы приносить за себя жертву в послании к евреям. Долго и подробно это будет рассматриваться. Арон подошел к жертвеннику и зарезал теленка, как очистительную жертву, за себя. Сыновья поднесли ему кровь в теленку, он обмакнул в нее палец и помазал роги жертвенника. А статок крови вылил под ножью жертвенника, жир, почки, отросток, печени, очистительную жертву он сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. А мясо и шкуры теленка были сожжены вне стана. Напомню, что очистительная жертва, та, в которой то, что всегда Богу принадлежит, жир, почки, отросток, печени сжигается, а остальное на жертвеннике, а остальное уничтожается вне стана, это как бы то, что отдается как выкуп за совершенные грехи, поэтому оно ни Богу не годится, ни людям в пищу. Потом Арон зарезал жертву все сожжения, это уже то, что целиком Богу. Сыновья поднесли ему кровь в жертву, он со всех сторон окропил жертвенник кровью. Сыновья передали Арону разрубленную на части тушу жертву ее голову, он сжег все это на жертвенники, промыв внутренности и ноги жертвы, он сжег их на жертвенники вместе с жертвой всесожжения. Ну вот, жертвы всесожжения уже начало обычных жертвоприношений. Затем он принес в жертву животных, привезенных народом. Первые были его личные. Он взял козла, очистительную жертву от народа, и зарезал его, чтобы совершить очистительный обряд, как и перед этим. Затем он вывел животное для всесожжения и принес его в жертву, как положено. Потом он взял горсть хлебного приношения и сжег его на жертвенники, вдобавок к утреннему всесожжению. Ну вот начинается тоже регулярное жертвоприношение. Опять-таки и народ, как и священник, нуждается в том, чтобы очиститься, а потом он может праздновать. Арон также зарезал быка и барана, как пиршественную жертву от народа. Пиршественную – это ту, которая будет дальше уже принята ими, как такой повод для пиров, чтобы вместе с Господом это отпраздновать. Сыновья поднесли ему кровь в жертву, он со всех сторон окропил жертвенник кровью. Они поднесли ему жир быка и барана, курдюк, жир снутренностей, почки и отросток печени, и рядом с жиром положили грудные части животных. Жир Арон сжег на жертвенники, а грудь и правое бедро вознес пред Господом, как повелел Моисей. Вот начало действия по тому образцу, который долго и подробно описывался в первой части этой книги. Арон простил руки к народу и благословил людей. Принеся все жертвы, очистительную, всесожжение и пиршественную, он сошел вниз. Все началось, дальше это будет происходить регулярно в Скинии, потом в храме. Моисей и Арон вошли в шатер встречи и, выйдя оттуда, благословили народ. И всему народу явилась слава Господне. Огонь, пришедший от Господа, поглотил всесожжение и жир на жертвеннике. Увидев это, весь народ издал ликующий крик и полнится. И маленькое чудо напоследок. То есть, смотрите, долгое подробное техническое описание, как приносить жертвы нужно, как они приносили в данном случае, как посвятили Ароны, как осветили Скинию. И потом маленькая такая заметка. Вообще-то слава Господне явилась. Огонь от Господа поглотил все это. И такое чудо, которое, собственно говоря, подтверждает, что это все действует. Что это не фантазия, это не просто какие-то символические действия, не имеющие конкретного содержания. Это то, что было явлено свыше. И это то, как Господь хочет, чтобы это совершалось в дальнейшем. Все ли это выдержат? Все ли священники будут себя вести так, как Господь от них ожидает? Конечно, нет. В 10 главе мы об этом почитаем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok